Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Официальное вступление в должность. Сегодня состоялась инаугурация главы «Анапы». Юрий Поляков присягнул на служение курорту и его жителям. Новые скамейки, детские площадки и тротуары. «Анапа» готовится принять участие в программе формирования комфортной городской среды. Родилась в рубашке или медицинское чудо. «Анапские врачи» провели уникальную операцию по извлечению из тела 80-летней пациентки куска арматуры, пронзившей ее насквозь. Юрий Поляков произнес слова присяги и вступил в должность главы города-курорта «Анапа». Церемония инаугурации состоялась сегодня в городском театре. От имени руководителя края Вениамина Ивановича Кондратьева слова поздравления произнес вице-губернатор Игорь Галась. Гостями церемонии стали политические деятели депутаты законодательного собрания края, главы муниципальных образований Кубани, представители общественности, почетные граждане и жители «Анапы». После оглашения результата в 34-й сессии Совета муниципального образования, где единогласно депутаты избрали Юрия Полякова главой «Анапы», Юрий Федорович с трибуны произносит слова присяги. Вступая в должность главы муниципального образования города-курорта «Анапа», торжественно клянусь уважать и защищать права и свободы жителей города-курорта, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Краснодарского края, устав муниципального образования города-курорта «Анапа» верно служить «Анапе» и «Анапчанам». Депутаты принимают единогласное решение – считать Юрия Полякова вступившим в должность главы муниципального образования города-курорта «Анапа». Первым слово берет представитель аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе. Он подчеркивает, руководящий опыт Юрия Федоровича позволит ему справиться с поставленными задачами. Битная просьба к нашему депутатскому корпусу, к представителям силового блока и других федеральных структур. Вместе с главой вы должны объединиться и делать общее дело. Ведь президент не раз уже говорил, что самое главное – результат нашей с вами работы, это мнение граждан и уровень жизни наших граждан. От имени главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева речь произносит вице-губернатор Кубани Игорь Галыс. «Вы для города человек не чужой, очень хорошо знакомы со всеми проблемами территории, знаете, что нужно не только принимать отдыхающих, отвечать за их безопасность и комфорт, но и самое главное – заботиться о тех, кто живет и работает в этом муниципальном образовании. Губернаторам, советам, депутатам вам оказано высокое доверие, которое необходимо оправдать. Собственно говоря, вы теперь главный проводник государственной политики на местном уровне». Игорь Галыс вручил Юрию Полякову удостоверение главы города-курорта, а также медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени. В своем ответном слове Юрий Поляков выразил благодарность анапчанам и подчеркнул, он намерен работать с полной самоотдачей. В зале сегодня были представители различных отраслей экономики, руководители ведущих предприятий Анапы. Все они связывают с новым руководителем надежды на перемены. «Она повсегда исторически была курортом, курортом в первую очередь детским, и в последние годы наметилась такая тенденция, что на вторых ролях у нас зачастую остается курортная отрасль. Конечно, это неверно. И в первую очередь, на что мы всегда смотрим с надеждой и ждем, это общение взаимодействия с нами, с главами наших крупнейших здравниц. В свою очередь готовы помогать развивать Анапу как курорт в дальнейшем. Я думаю, всем это будет только на пользу». «Перемены ждем к лучшему. Почему? Потому что мечтаем, чтобы у нас строились детские сады, мечтаем, чтобы расширялись площади, мечтаем, чтобы у нас оборудование, чтобы, как говорится, наша пространственная среда для наших детишек была наиболее продуктивной, наиболее конструктивной и, соответственно, чтобы нам всем, которые работают в этой отрасли, жилось и работалось комфортно». «Мы думаем, что с его приходом мы сможем добиться хороших результатов. А какие проблемы? Убрать стихийную торговлю и дать возможность стационарным предприятиям стать еще лучше. Мы готовы к этому и будем развивать свое дело и дальше продвигать на самый высокий уровень». Какие меры безопасности будут приняты на курорте в дни ноябрьских праздников и как подготовились к дополнительным выходным коммунальные и ресурсоснабжающие службы обсудили на расширенном заседании антитеррористической комиссии муниципального образования. Совбез провел глава НАПы Юрий Поляков. С 4 по 6 ноября в городе и сельских округах пройдет цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства. Для обеспечения правопорядка полиция переходит на усиленный режим работы. «Маршруты патрульно-басковых нарядов будут приближены к местам проведения мероприятий. В местах проведения массовых мероприятий запланировано создание зон безопасности, исключающих возможность парковки транспорта вблизи мест массового скопления граждан, а также недопущение проезда автотранспорта к местам проведения мероприятий». В охране общественного правопорядка будет задействовано свыше 130 сотрудников полиции и представителей общественных формирований правоохранительной направленности. «Этого достаточно у нас? У нас же мероприятия не только в городе проходят, а в округах где-то проходят». «Да, конечно. 18 мероприятий, все просчитано». На особый контроль Юрий Поляков поручил поставить работу объектов жизнеобеспечения, а руководителям ресурсоснабжающих организаций рекомендовал сформировать резерв и в аварийных бригадах, и в ремонтных материалах. В первую очередь это касается энергетиков. «Можно надеяться на то, что в эти дни не будет перебоя у населения с электроэнергией, потому что у нас дня не проходят, чтобы у нас где-то что-то не отключали. И если есть аварийные, то вы нам скажите, в течение какого времени вы будете устранять. Я понимаю, что можно и час, и два, можно и полдня устранять. То есть можно быть уверен, что в эти дни не будет никаких отключений». Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ заверил, что резерв сформирован, а также составлен график дежурств. В случае отключения электроэнергии анапчане смогут обращаться по телефону. Диспетчерская городских сетей 8-918-223-8708, 3-20-16 или 5-49-14. Диспетчерская районных сетей 8-800-100-15-52. Звонок бесплатный. Телефоны в управлении ЖКХ 8-861-33-556-10 и 5-5608. Несмотря на всестороннюю подготовку городских служб, анапчанам нельзя забывать о соблюдении мер личной и общественной безопасности в местах массового скопления людей. Будьте бдительными, не оставляйте без присмотра детей и престарелых граждан. О подозрительных лицах, транспортных средствах и оставленных без присмотра предметах незамедлительно сообщайте по телефону 468-82-528-59-051 или 02. В Анапе намерено подключиться к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас идет сбор предложений анапчан с помощью представителей территориального общественного самоуправления. Деньги можно будет получить на благоустройство дворов, создание зеленых зон, строительство спортивных площадок и другие цели. В этом году общий объем программы 20 миллиардов рублей. Эта аллея – один из примеров благоустройства по инициативе жителей города-курорта в местном территориальном общественном самоуправлении считают, что получилось неплохо, но не хватает зелени. Предложения сформулировали на бумаге и направили в городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня появился еще один источник средств для такого благоустройства. В этом году стартовала федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». По правилам, до трети согласованных смет можно направить на благоустройство мест общего пользования – парков, скверов, улиц, набережных. А две трети должны пойти исключительно во дворы. Валентина Онищенко возглавляет местное территориальное общественное самоуправление. Это здание она называет не иначе, как «головной болью». Оно заброшено. Здесь часто собираются хулиганы. Проникнуть в него не так сложно. Жители просят как-то решить вопрос. Или привести в порядок, или разобрать. Есть деревья, которые уже пора спилить, а вместо них посадить новые. А это место приберегли для ели. Здесь обычно проводят новогодние утренники для детей. Еще одна проблема – дорожка. Ее нужно срочно переложить. Таких мест на ней десятки. В перспективе неплохо бы установить спортивную площадку, чтобы мальчишкам было куда направлять бурлящую энергию. Мы собрали собрание всех жильцов, дали свои заявки, протокол, схемы нарисовали и дали в ЖКХ. Ну вот сейчас вот ждем, когда что-то появится. Очень ждем эту программу. Мы надеемся, что дадут. По линии партии «Единая Россия» в Анапе проект курирует депутат Гурсовета Сергей Дорохов. По его словам, в этом году на программу постановлением правительства России выделено 20 миллиардов рублей. В Краснодаре уже есть опыт участия, информационную поддержку готовы оказать на краевом уровне. Финансирование осуществляется в основном за счет федерального бюджета, но там есть еще софинансирование регионального. И один из первых требований этой программы – это участие непосредственно жителей. Не обязательно финансовое участие, но если, например, внутридворовая территория принадлежит этим жителям, на общедалевой собственности, то они будут участвовать в этой программе, но чисто символически. Вполне возможно, до 5%. Но это тоже очень хорошо. Для того, чтобы сами жители участвовали в разработке дизайн-проектов, в реализации этих дизайн-проектов, в содержании потом в дальнейшем и бережно относились к тем малым формам, спортивным площадкам и детским, которые они будут благоустроены. По словам депутата, у Анапы еще есть возможность попасть в программу на 2018 год. В целом же она рассчитана до 2022 года. Герои в белых халатах. Анапские врачи провели сложную и необычную операцию. Они извлекли кусок арматуры из тела пенсионерки. Металлический пруд прошел насквозь, повредив внутренние органы. Однако, благодаря профессионализму и слаженной работе медиков, спасателей и работников скорой помощи, пожилую женщину удалось спасти. Сейчас она уже идет на поправку, ее здоровью ничего не угрожает. Это сейчас 80-летняя жительница Анапы Эмма Александровна улыбается и шутливо вспоминает о произошедшем. А 12 дней назад ее жизнь в буквальном смысле висела на волоске. Серьезную бытовую травму пенсионерка получила во время сбора винограда, взобравшись на двухметровую лестницу. И вдруг лестница качнулась, и я летела с этой лестницей. А сбоку стоял специально железный обруч, острый. Ну и так получилось, что я на него и упала. Что было дальше, пострадавшая не помнит. Зато хорошо помнят врачи бригады скорой помощи. Они по звонку родственников первыми прибыли на место. Мы увидели бабушку, лежащую с прутом, торчащим из тела. То есть она упала на него спиной, между седьмым и восьмым ребром слева. Он зашел и вышел в области эпигастре. Наш водитель позвонил на подстанцию с тем, чтобы вызвали МЧС. МЧС приехала быстро, в течение, может быть, минут семи они уже были у нас на месте. Медики оказали первую помощь, но извлекать на месте металлический прут из тела было нельзя, чтобы не допустить кровотечения. Поэтому арматуру срезали и вместе с ней пациентку доставили в хирургическое отделение городской больницы, где она была экстренно прооперирована. Инородный предмет прошел насквозь, задев жизненно важные органы – желудок, поджелудочную железу и брюшную аорту. Но благодаря профессионализму врачей все органы удалось сохранить. Неординарная, конечно же, ситуация. Сработали все службы больницы своевременно. Взяли в операционную, прооперировали. Больное народное тело было извлечено. Жизненно важные органы все ушиты. На сегодняшний момент у нас 12-е сутки больная в стабильном состоянии. Вообще, когда скорая помощь ее привезла, мы не сразу поняли, что вообще с пациенткой. Потому что, ну, такой нетипичный, неординарный случай. Мы тоже не часто с этим встречаемся. Технически, конечно, было сложно, потому что, ну, во-первых, этот инородный предмет, он мешал пациентку положить как нужно. Поэтому нам пришлось проводить наркоз, конечно, тоже в таких экстремальных условиях. Операция длилась около двух с половиной часов. После еще пять суток пациентка провела в реанимации. Сейчас она уже в обычной палате. Чувствует себя хорошо, готовится к выписке. Выражая благодарность своим спасителям, не может сдержать слез. Семь врача, всем, ну, персоналом. Мой низкий поклон. У меня слезы, наверное, даже. Такие хорошие все относятся. Исключительно. Делают все так, что я даже боли не чувствую. То, что они сделали со мной, вот. Анапские медики себя героями не считают. Говорят, спасать жизни их – обычная работа. Однако приятно осознавать, что наша медицина достаточно сильна и готова к любым, даже к редким и неординарным случаям. В Анапе эта неделя проходит под знаком профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом специалисты Центра медпрофилактики разворачивают медицинские посты в разных точках города, проводят экспресс-оценку здоровья напчан, организовывают лекции в учебных заведениях. Одна из таких прошла в гимназии Эврика. Ученикам рассказали об опасной болезни, группах риска и о том, как в них не попасть. Самое эффективное средство не только от инсульта, но и от многих других болезней – это профилактика. Для того, чтобы не стать жертвой заболевания, необходимо отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и, самое главное, правильно питаться. Детей надо кормить полноценными продуктами питания. В силу того, что ребенок растет и развивается, необходимы животные жиры, животные белки. В силу того, что идет нагрузка умственная и физическая, углеводы, выбирать натуральные продукты, фрукты, овощи. То есть, если это молочные продукты, то стараться детям давать все-таки менее калорийные, менее обезжиренные продукты. Обязательно нужно давать мясо, говяжье, телячье, имеющее белковый состав, но обезжиренное. Куры, рыба. Рыба – основной продукт в детском возрасте питания, потому что там фосфор для мозговой деятельности. Жиры заменять, конечно, растительного происхождения, те же орехи. Гимназисты с интересом слушали лекцию и задавали вопросы. И, как признаются сами, теперь они точно знают, что нужно делать, чтобы не заболеть. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ну, питаться, то есть, белок, овощи, фрукты, мясо. Ну, и не есть, там такие употреблять ни пепси, ни колу, ничего. В Анапе на базе детского центра «Смена» проходит всероссийский детско-юношеский форум «Юность Динамо. Будущее России». В нем принимает участие порядка 300 мальчишек и девчонок со всей страны. Специально для них организовали встречу с заместителем председателя Всероссийского общества «Динамо», директором фонда поддержки детских программ «Динамо» Владимиром Тимошиным и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне, двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике Викторией Комовой. История «Динамо» началась еще в 1923 году. Сейчас в спортивном обществе состоит более миллиона человек. О том, как развивалась организация «Динамо», сминовцы увидели в документальном фильме. Один из первых рекордсменов страны и Европы Николай Азолин. Первой нашей чемпионкой Европы стала «Динамовка» Евгения Сеченова. Дискоболка Нина Думбадзе – одна из первых «Динамовок», установила мировой рекорд. Иван Степанченок – чемпион и рекордсмен страны, а впоследствии главный тренер наших легкоатлетов. Виктория Комова тоже одна из знаменитых спортсменов общества «Динамо». Как начала заниматься спортом и как стала чемпионкой. Виктория отвечает на вопросы сменовцев. Самым первым тренером была мама. В 14 лет захотела бросить спорт, но не смогла. И теперь здесь. ВДЦ «Смена» показывает мальчишкам и девчонкам медали с Олимпийских игр. Белый и синий цвета спортивного общества «Динамо». По словам заместителя председателя Всероссийского совета общества «Динамо» Владимира Тимошина, цвета символизируют стремление к победам и новым спортивным вершинам. Гость рассказал, как встречался со знаменитыми динамовскими спортсменами, что значит «Динамо» и пожелал мальчишкам и девчонкам пронести дружбу и воспоминания о форуме ВДЦ «Смена» через года. Вы представляете, когда дети по складу нескольких разных регионов страны приезжают, общаются, видят интеллект, видят своеобразие и поддерживают друг друга. Сфотографироваться с гостями смог каждый участник форума. Хочу пожелать динамовцам удачи, успехов, чтобы шли к своей цели, никогда не сдавались. И вперед, и только вперед. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями «Финская» с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 27 октября в Анапе ожидается переменная облачность. Вечером возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов. Ночью прохладнее – 12 выше нуля. Ветер переменный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 13 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Просрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.